Итак, давайте поговорим про тушь для ресниц. Это очень важный топик для каждой дамы, которая пользуется макияжем. И поскольку меня спрашивают часто, какая тушь лучше, особенно если кто-то едет куда-то в поездку, есть возможность купить за границей или в дьюти-фри, то я всегда советую Dior Show, потому что для меня это одна из самых лучших действительно тушей по формуле, по тому, как она держится, она не осыпается сюда, ничего не происходит этого. И в данный момент я пользуюсь, очень люблю Full Fat Lashes Charlotte Tilbury. Вот эту тушь. Я должна сказать, что, вы знаете, они очень прогрессивный народ вообще, вот эта её фирма, потому что какие-то вещи, где-то какие-то неполадки, где-то что-то не соответствует высокому качеству или ожиданиям высшего качества, то они это снимают с производства, пересматривают формулу. Это то, что как раз вот произошло с тушью Legendary Lashes, которую я вернула, в общем-то. Она как бы создала объём и всё, но буквально первые 15-20 минут после того, как вы сделали, всё вот так вот осыпалось, и, как мне сказали, я была не единственная человек, который об этом сказал. И поэтому они её сняли с производства, пересматривают. Так вот, Charlotte Tilbury, вот эта тушь, она действительно, она создаёт и объём, и длину, и драму добавляет, то есть она действительно делает ресницы лучше. Когда я смотрю на себя близко, не бросается в глаза, что эта тушь накрашена, то есть это просто мои ресницы, которые стали лучше, больше, длиннее, ярче. Она делает только чёрный цвет. Dior Show делают разные цвета, так же, как и Chanel. Вот это у меня фиолетовая тушь, я её тоже очень люблю. Кисточка шикарная здесь. Что мне нравится у Charlotte Tilbury, это не только формула самой туши, но и также кисточка. Она сделана каким-то образом, они её разрабатывали очень долго. То есть она сделана так, что она захватывает каждую... Она как... Невозможно показать это. Она захватывает каждую ресничку. Она действительно очень хорошая. Вот это то, что я буду ещё и ещё покупать. Пару вещей, которые я хотела упомянуть, которые я как бы обожглась. Ну, не особо дорого стоит, но вы помните, я говорила какое-то время назад о бюджетной альтернативе. По-моему, я даже делала видео. Лореаль тушь была Million Lashes. Чёрная, по-моему, или тёмно-синяя, или такая тёмно-фиолетовая, или чёрная с золотом. Вот это вот, ребята, это не стоит брать. Я её просто ненавижу. Я её выброшу, потому что я её только единственное оставила, буквально я вытащила её из ведра, чтобы сделать ревью и вам показать. Она хорошо красит. Тут неплохая кисточка такая вот, изогнутая. Ну, как сказать, хорошего здесь ничего нет. Она просто неплохая. Она делает работу. Да, но... И красит всё. Но когда вы будете её смывать, когда вы её смыли на ночь и ложитесь спать, утром вот это всё маленькими кусочками везде, здесь где-то, и она не отлипается. Не отдирается никак. И очень тяжело. Потом опять снова приходится смывать. И я, причём, я использую хорошие средства, которые снимают даже водостойкую тушь. Ничего остаётся. Вот здесь вот где-то приходится что-то собирать. Здесь под глазами, даже здесь. Поэтому я её использовать больше не буду. Только в самом-самом крайнем случае её, я думаю, можно использовать. В общем-то, в принципе, знаете, я её с удовольствием выбрасываю. Вот. Мимо кинула. Ещё. Ещё есть тушь. Тоже L'Oreal. Она неплохая. Она делает работу, как бы. Она считается водостойкой. Вот. X-Fiber. Здесь две туши. Первая вынимается вот так. Первая, это как бы первая. Здесь мне не нравится кисточка. Она, ну, обыкновенная. Ничего особенного здесь нет. Вот. И вот эта водостойка. Вот эта тушь лучше. Она, действительно, если её использовать, вот это второй слой, это водостойкий, если её использовать просто как бюджетную линию, это неплохая тушь. Она делает работу, она делает всё, что сказано, что обещано. То есть никаких и никаких последствий таких здесь нет. То есть при том даже, что это водостойка и тушь, если вы будете снимать, используя средства для снятия водостойкой туши, то она хорошо сойдёт. Она не создаёт никаких вот таких последствий, там на следующее утро, как вот этот, который я ещё только что мимо ведра кинула. Ну вот, в общем-то, мои... А, ещё мне очень нравятся Живенши. Живенши – шикарная тушь. Немножечко я как бы не особо... Мне нравится их маленькая кругленькая кисточка. Она хорошо делает всё. Если у вас есть лишние 15 минут, сделать ресницы, то это может быть хороший вариант. Сама формула очень хорошая, действительно. Вот. Но я человек практичный, у меня жизнь вся идёт, знаете, 200 миль в час. Вот. Поэтому мне важно сохранить время. Вот это, Шала Тилбери, я рекомендую очень. Кто думает, какую тушь купить, если есть возможность, по-моему, они высылают. Посмотрите, для России, по-моему, они высылают их. Там какие-то они не высылают, что-то они не продают по онлайн. Кстати, хочу предупредить. Мне сказали, полно Шала Тилбери в магазинах полно. Это подделка, я вам говорю абсолютно точно, потому что она продаёт, у неё магазины, сеть магазинов, только в Великобритании, в Голландии и в Штатах. Всё. Только в трёх странах вы можете найти подлинный Шала Тилбери отдел, открытый полностью, это её как бы сеть. где-то отдельно в каких-то там каких-то магазинах, просто маленькие какие-то уголочки Шала Тилбери, вы не найдёте. Это подделка. Я вас просто предупреждаю, потому что я это знаю стопроцентно точно. Её не продают. Вам могут показать любые сертификаты, любое это. Я знаю точно со всех интервью, со всех её, я очень слежу за развитием её фирмы. Я вообще сама очень хочу как бы участвовать в том, чтобы её дело как бы пошло дальше именно в России, потому что, вы знаете, меня политика вообще полностью не интересует. Мне хочется, чтобы все женщины были красивые. И если её косметика поможет, то я очень люблю просто, мне бы хотелось этим заниматься. Вот, может быть, когда-то, не знаю, но я вам точно говорю, что я это дело отслеживаю очень строго, и она не торгует. Они делают онлайн, можно купить, но с самого сайта shallotilbury.com Вот, а в магазинах не смотрите. Это подделка, может быть, даже неплохая подделка, но это всё равно Китай. Вот, так что будьте осторожны. Ну, всё, мои хорошие, у нас ещё предстоит разговор за чашкой чая сегодня. И я хочу ещё сделать видео о том, о продукции, о которой я... Я не могу сказать, что я не могу жить без неё, но без которой мне макияж был бы, скажем, труднее. И то, что я покупаю периодически, снова и снова. Вот. Ну всё. Пока. До встречи.